Соперницы Спарта Энд Капа, групповому этапу Еврокубка, Косовская Приштина, звезд с неба не хватает. В четырех предыдущих матчах команда не одержала ни одной победы, а значит хозяйки могут позволить себе сыграть для болельщиков. Или, как говорят в Бразилии, на уле. По-моему, все очевидно. Просто уровень каждого отдельного баскетболиста слабее, чем наших игроков. Сомнений в том, что видновчанки одержат победу, возможно, не было даже у соперниц. Слишком уж велика разница в классе. В первом матче между командами был зафиксирован двукратный перевес в счете. На выезде в Косово Спарта Энд Капа победила с большим отрывом – 63-126. На паркете видновского дворца спорта Приштина билась до конца. Однако хозяйки спокойно и размеренно подходили к кольцу соперницы. Игра очень захватывающая и красивая. Спартак ушел в большой отрыв во второй четверти. Я думаю, что сегодня будет фееричная победа Спартака. Во втором периоде видновчанки забивали чуть ли не в каждой атаке. В этом отрезке матча игра и была сделана. Хозяйкам оставалось поработать на итоговый результат, держа в уме выход в плей-офф Еврокубка. У команды достаточно высокие цели. И я думаю, что они даже могут выиграть этот турнир. Итоговый счет 115-42 приблизил видновский коллектив к участию в плей-офф Еврокубка. Судьба первого места в группе решится 5 декабря. На своей площадке Спарта Энд Капа примет лидера квартета – московский МБА. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ.